Все отлично. Приветствую всех еще раз на сегодняшнем сеансе проявленность в деньгах. С вами Юлия Злотникова. Кто со мной не знаком? Я трансформационный тренер, коуч и практик технологии вибрационных трансформаций. Для начала я расскажу, что такое ТВТ, что это за методика, как она работает и дальше мы с вами пойдем непосредственно в сеанс. ТВТ это современная трансформационная методика работы с убеждениями человека, реализации целей и желаний во всех областях и сферах жизни. ТВТ основана на том, что все в мире состоит из первозданной энергии. В разных культурных цивилизациях энергия носит разные названия. В Китае это энергия ЦИ, в Индии Прана, в Японии Ки, на Гавайях Манна. В практике тета-хилинг, например, это название Творец, в религии Бог и так далее. Вы можете называть ее как хотите, по-разному, суть от этого не меняется. И эта энергия в нашем земном пространстве, в пространстве нашей жизни, она имеет пять базовых способов распространения. И эти способы определяют ее влияние на человека, какие чувства будет вызывать, поддерживать, какие программы будет создавать и так далее. И каждое направление энергии, оно, соответственно, может трансформировать проявление этой энергии в жизни человека. Например, если человеку не хватает доверия к миру, у него сильные страхи, какие-то сомнения, опасения, то с помощью движения энергии вниз можно очистить его от этих чувств, восстановить или обрести чувство единства с миром, синхронистичность, ощущение того, что все идет как надо и так далее. Человек способен направлять энергией, то есть данный принцип знаком многим и звучит он таким образом. Куда внимание, туда энергия. Когда мы концентрируемся на определенных движениях энергии, мы восстанавливаем ее естественное течение и приводим к ее истинному состоянию. Автор методики мой учитель Инна Головизнина, она является моим наставником-проводником уже много лет. Я с ней практически с основанием методики и сама являюсь ТВТ-практиком с 2017 года. Сейчас технология вибрационных трансформаций представлена практиками в 15 странах мира. В методике обучено более 2000 студентов и я сама прошла почти все курсы ТВТ, личные сеансы у Инны и так далее. Как работает ТВТ и как именно происходит трансформация? Пожалуйста, кто к нам только присоединился, обязательно налейте себе стакан воды, потому что сегодняшний сеанс – это не просто эфир, чтобы посидеть, послушать. Это практически трансформационный сеанс, где мы будем с вами трансформировать убеждения, чувства, эмоции, программы и производить определенные манипуляции. Вам необходимо будет просто расслабиться, написать в чат согласие с трансформацией. Заранее писать согласие не нужно, я уже об этом говорила, но когда я выложила текущий анонс, все начали писать почему-то согласен, согласен и так далее. Согласие мы пишем только в момент эфира, ну либо если вы будете слушать записи. Для того, чтобы лучше проводить энергию через тело, тело, соответственно, хорошо должно быть гидрировано, поэтому обязательно пейте воду. Если вы в процессе не хотите какую-то трансформацию, да, вы будете чувствовать разные ощущения в теле, может быть, ничего не чувствуете, это тоже нормально. Но если вы не хотите какую-то трансформацию, у вас, может быть, включается какое-то сопротивление на нее, да, то, соответственно, просто с ней не соглашаетесь. Это нормально, ничего страшного. Но подумайте, почему вы не хотите с ней соглашаться, да, тоже как вариант. Если вы будете смотреть, соответственно, эфир в записи, то в записи тоже все будет работать. Вам нужно будет написать согласие на трансформации в чате под записью видео и на время произведения трансформации я буду, как обычно, закрывать глаза, чтобы лучше сосредоточиться и пронаблюдать движение энергии в пространстве нашего сеанса. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, всплывать какие-то убеждения, вы можете задавать вопросы в процессе сеанса, писать убеждения в комментариях. Мы их сразу же трансформируем, комментарии мы пишем под последним постом в Телеграм-канал. Последний пост – это анонс, анонс этого эфира. Итак, тема сегодняшнего нашего сеанса – это проявленность в деньгах. Этот сеанс для тех, кто хочет снять с себя ограничения, которые связаны в целом с деньгами, кто готов завершить обязательства соответствовать каким-то искусственным ограничениям, ожиданиям к себе как к состоятельному человеку, те, кто желает трансформировать неэффективные программы о деньгах, кто хочет наладить связи, уметь ими управлять. Ну и, конечно, сегодня мы обязательно поговорим, что такое эгрегор финансовый и отключимся от него. И прямо сейчас, кто готов начинать, ставим плюсики в чат. Я синхронизирую с первозданной энергией и сманифестирую, что сегодняшний сеанс проходит для каждого из вас с максимальной пользой, комфортом, самым благоприятным, наилучшим и эффективным образом. Кто согласен начинать, ставим плюсы в чат. Я еще рассказала, что это сеанс не просто, не эффект, послушать, что что-то буду интересное рассказывать. Это сеанс, где мы с вами работаем. Поэтому я буду очень благодарна, если вы будете отвечать на мои вопросы, которые я вам буду задавать. Ну и, соответственно, если я буду просить ставить согласие, это необходимо будет сделать. Отлично. Также сеанс работает вне времени для тех, кто будет смотреть его в записи на всех размещенных площадках. И все трансформации тоже будут работать, естественно, в записи. Итак, чтобы проявиться, в том числе проявить свои финансы, необходимо знать того, кого мы проявляем. Поэтому очень важно знать и исцелить, в первую очередь, восприятие себя. И почти всегда, когда речь заходит про деньги, возникает неловкость. То есть нам кому-то неудобно говорить про деньги, кому-то неудобно признаваться, что мы в них нуждаемся. И нам редко бывает их достаточно. Мы часто ненавидим деньги за то, что зависим от них. Поставьте единичку, для кого эта тема волнующая и не самая приятная. Особенно, когда их не хватает. Про деньги не принято говорить даже с друзьями. Как будто это уж очень что-то неприличное, такое постыдное. И с детских лет мы слышим, что желать деньги – это как будто плохо. Что заработать их можно только нечестным путем. Счастье не в них. Ну и без них счастье тоже кажется недостижимым. Кто-то из вас может сказать, да ладно, что-то такого. Деньги, наоборот, это счастье, это радость и так далее. Но, как правило, такие люди не посещают такие эфиры, когда у них все хорошо и в порядке. То есть тут такой вопросик, а не лжете ли вы сами себе, что у вас все хорошо. Практически каждый, кто приходит с проблемой денежного мышления, он говорит о том, что деньги в его жизни не главное, важнее реализация, помощь людям и так далее, духовный рост. Но в то же время они признаются, что денег им все время не хватает. То есть не получается создать накопление или выйти на какой-то новый уровень дохода. То есть как будто вечно что-то мешает. И у тех, кто чувствует финансовую стабильность, как ни странно, тоже есть проблемы. Потому что они могут позволить себе уже многое, но опять что-то уже не хочется. То есть тут другого рода есть проблема. Вроде можно и бизнес масштабировать, но нет для этого какой-то веской причины. Но зато есть внутренний необъяснимый страх и беспокойство. Вот у кого есть ощущение, что вы как будто стоите на пороге к чему-то новому, но все до сих пор не решаете сделать шаг. Поставьте двоечки в чат, если это про вас. Со временем любимое дело перестает приносить удовольствие. То есть появляется ощущение выгорания, бессмысленности, особенно когда вы не получаете достойного вознаграждения за вашу работу. И также пропадает желание даже лежать в сторону этой работы. С пола поднимает вас только сила воли, необходимость оплачивать опять же счета и закрывать какие-то ежедневные потребности. И все это создает привычную колею безысходности. Но деньги на самом деле здесь ни при чем, потому что сами они это единицы измерения. То есть они неплохие и нехорошие. Это только мы их наделяем какими-то свойствами, какой-то силой. Нас никто не учит, как создавать, сохранять и приумножать деньги. И предполагается, что мы сами должны каким-то волшебным образом все это знать, узнать и непременно стать успешными. Потому что успех в современном мире в том числе измеряется и деньгами. И особенно это противоречие обостряется, когда люди начинают работать на себя и создают собственный бизнес или собственное дело. Два противоположных понятия – это делать что-то хорошее и при этом достойно зарабатывать. Они не укладываются в единую концепцию. То есть чаще всего мы считаем, что должны выбрать что-то, либо одно, либо другое. И нам не объяснили, например, как быть богатыми, счастливыми, жить в изобилии, процветать. И даже иногда эти слова звучат как-то странновато для нашего уха. И поэтому большую часть жизни в нашей голове идут сражения, баталии такие между установками. Бедность не порог, не в деньгах счастье. И на другой чаше весов – это мечты о свободной, беззаботной жизни, в достатке, да, где-то, может быть, на берегу океана и так далее. Но интересно, что стоит на нашем пути. А стоит, на самом деле, установки и убеждения стоят, да. Это шаблоны мышления, которыми мы следуем чаще всего, даже не замечая этого. То есть нам привычнее считать любую нашу мысль частью проявления нашей личности. Но на самом деле не каждая мысль принадлежит нам. Добрый вечер всем, кто присоединился. Да, комментарии мы пишем под последним постом. Наше подсознание, оно формируется в детстве и работает оно как губка, да, не анализируя, насколько полезна та или иная информация. К примеру, например, если ваш папа кричал на маму, что она много тратит, да, то ваше подсознание могло интерпретировать это как мысли, мысли, что если ты тратишь деньги, ты плохая, я тебя накажу. То есть деньги тратить плохо. Или если мама, например, говорила папе, что денег нет, да, то начинался скандал, и ваше подсознание это могло записать, что деньги опасны, тебя не будут любить, на тебя будут кричать, и в итоге ты останешься в одиночестве. Мысли приходят к нам также и с нашей жизненной мудростью, да, то есть такими нетленками, как никогда не были богатыми, да, не стоит и начинать. Если копнуть поглубже, то в каждом из нас найдутся подобные, неосознанные идеи, которые помогают нам принимать решения, помогают в кавычках, да, в жизни. И это касается не только пословиц и поговорок. Например, если мама вам говорила о том, что вы гуманитарий, то, скорее всего, вы до сих пор в это верите, и, может быть, не делаете смелые попытки разобраться в какой-то сложной схеме, да, или там в компьютерных технологиях. Вот очень часто я слышу, что, ну, вы же технарь, там, допустим, да, мне говорят, хотя я нифига не технарь, а я больше гуманитарий. Но так сложилось, что, да, я разбираюсь там в технике, разбираюсь в IT-технологиях и так далее. Хотя, например, да, то есть вы могли бы найти в какой-то технической части стороне много удовольствия и, возможно, даже сделать это источником вашей реализации заработка. Но так как у вас есть убеждение о том, что там вы и, например, современные технологии – это разные полярности, да, то, соответственно, вы как будто себе закрываете сюда вход. Сюда же можно добавить и влияние вашего ближнего круга, да, то есть это тех людей, с кем мы общаемся чаще всего. Их суждения о наших возможностях, да, и возможностях в целом оказывают на нас очень сильное влияние. Сейчас давайте накидаем в чат самые актуальные установки про финансы, которые есть у вас на данный момент, и я прямо их сейчас трансформирую. Давайте подумаем, вот когда вам не хватает денег, да, что вы начинаете думать, вот о чем, в какое состояние, может быть, впадаете. Вот прямо сейчас я предлагаю вам накидать в чат, и мы сделаем трансформацию этих убеждений. Пишите в чат, пожалуйста. Вот, допустим, вы понимаете, что вы хотите, не знаю, может быть, пройти какое-то дорогостоящее обучение, да, и денег у вас на это не хватает. Или, может быть, вы давно не отдыхали. Или, может быть, вам не хватает на закрытие даже базовых потребностей денег. Вот, пожалуйста, сейчас мы это можем убрать, да, вот эти вот все убеждения, если вы их напишите. Вот, Анна пишет. Состояние тоски, тревоги. Я ищу, где перекредитоваться под удобный процент. Ну, то есть, где бы перезанять. Так, что еще? Какие еще варианты? Злюсь. Сейчас мы почистим все эти ваши чувства, да, то есть, это тоска, тревога, злость. Состояние грусти, отчаяния. Почему-то кто-то может себе позволить, а я нет. Ага, то есть, тут начинается такое сравнение, да, со мной не окей, с другими окей. Грусть, тоска у Елены. Смотрю варианты заработка. Переживания начинаются. Думаю, что еще сделать, чтобы заработать. Татьяна пишет, отлично. Ну, то есть, есть вариант, когда человек начинает расстраиваться, да, то есть, испытывает какие-то негативные чувства. Вот. А есть варианты, когда начинаешь двигаться, да, как-то и что-то делать. Вот Ксения пишет. Нет денег, ну и ладно, не очень не хотелось. Может, и не надо мне, да, такая вот. Ну, эта позиция больше, ну, как будто маленькая девочка. Не хочешь со мной дружить? Ну и ладно, да, не очень, не больно-то и хотелось. Так, вопрос, почему у других есть, значит, есть же варианты, как заработать, почему у меня не получается. Опять же, вот эти вот все у меня не получается, я не могу. Это детская позиция, да, из которой денег не заработать. То есть, это вот постоянное сравнение себя с другими, вместо того, чтобы задать вопрос, а как у меня может получиться, что я должна сделать, как мне подумать, да, в какую сторону, какой еще есть у меня вариант, что нужно придумать, каких людей найти, какие сгенерировать идеи и так далее. Мне жили богато, нечего и начинать. Это уже было. Итак, я вам предлагаю прямо сейчас почистить сначала чувства, да, чувства злости, разочарования, грусти, отчаяния, тоски, тревоги, переживаний на тему того, что, соответственно, ну, давайте еще сюда бессилие, да, добавим бессилие, какую-нибудь ничтожность, потому что это чувство, когда у всех получается, у меня не получается, да, то есть мне как-то фигово от этого. Ну, то есть такое, опять же, сравнение, да, не в свою пользу. Ну, беспомощность, это все детские, опять же, травмы, да, которые, соответственно, можно трансформировать. Давайте прямо сейчас почистим чувства. Кто согласен, ставим согласие в чат, пожалуйста. Мы пишем для тех, кто первый раз слушает, да, пишем обязательно согласие в чат, иначе трансформацию, соответственно, я не делаю. Для тех, кто в записи смотрит, вам тоже необходимо писать согласие на каждое мое предложение, да, не просто вот согласно на все. Это не будет работать, а именно на каждое предложение какой-либо трансформации. Сейчас мы трансформируем все чувства разом, которые вы писали в чате. Так, готово. Отлично. Что у нас есть еще, да, помимо убеждений? Это наш жизненный багаж. То есть это череда каких-то повторяющихся, травмирующих событий и сформировавшиеся шаблоны мышления. Когда у нас что-то не получалось раз за разом, да, мы могли сделать какие-то неверные выводы. Ну, что с нами что-то не так, или что с миром что-то не так, или что мы ни на что не способны, ну и так далее. А еще мы любим себя пугать, что если меня, например, уволят, или мой бизнес не будет успешным, вдруг я потеряю деньги или найму, допустим, не того человека, да, которого у меня, допустим, стырит весь бизнес, да. И вот эта ниточка сомнений, она может распустить целый свитер. Прямо сейчас повспоминайте, пожалуйста, и напишите в чат ситуации, которые связаны с потерей денег и когда вы сделали какой-то вывод. Ну, например, не знаю, там, вам не отдали долг, и вы сделали вывод, что людям нельзя доверять, да. То есть конкретный человек не отдал долг, но вы все это вот так вот объединили в одно и решили, что вообще не стоит доверять никому. Или, может быть, вам попался недобросовестный сотрудник, может быть, один, два, три, и потом вы сделали вывод, что в вашем городе добросовестных сотрудников абсолютно не найти. Вот, все мои инвестиции убыточные, брокеры, потеряла 40 тысяч. Мария, какой вывод вы сделали? Мне нужен вывод. Вложила деньги в товар, вот да, что сделала, и плюс вывод. Вложила деньги в товар, он не продался, долгое время раздаривала. Анна, какой вывод вы сделали после этого? Не просто событие, но и вывод. То есть мне, ну, вывод – это как раз убеждение, которое сформировалось благодаря этой истории и событию. Я так понимаю, что я подвисаю, да, чуток? А может быть, даже не чуток. Так, вложилась в пирамиду. Ага, как оказалось, и Екатерина. Вложились в пирамиду, а что дальше? Какой вывод-то сделали? Так, вот, не играть с неизвестными инвестициями и людьми. Мария сделала вывод, отлично. Да, чуток потрясает. Спасибо, Елена. Только потеря денег в участии в мероприятии пирамиды брокеры. Анастасия, какой вывод вы сделали? Какое там, какое убеждение сформировалось благодаря вот этому? Торговать и развиваться в бизнесе не мое. Вот, вот это уже убеждение, отлично. Так, давайте дальше. Накидайте еще варианты. Еще раз, вспоминайте ситуации, связанные с потерей денег, где вы что-то недополучили, может быть, не продали, может быть, ну, кстати, это может быть часто связано с клиентами, да, но вот нет клиентов, значит, это не мое дело. Значит, я не должна этим заниматься, у меня не получается, да. Вот, Анастасия сделала вывод, что не принимать участие в неизвестных мероприятиях и с неизвестными людьми. Екатерина стала себя ругать, что доверилась человеку. Доверилась конкретному человеку. Так, значит, скорее всего, там возникло убеждение, что, может быть, доверяй, но проверяй, или вообще никому не доверяй, или там надо сто раз проверить, да, прежде чем пойти в какую-то или авантюру, или еще что-то, или убеждение не рисковать, да, и тогда вы можете вообще стоять на месте, и, соответственно, это тоже может вот таким образом срабатывать. Именно так, нет клиентов, ну и ладно, не от меня зависит поток людей, а от рекламы компании. Нельзя доверять всем подряд, даже если это давний знакомый. Так, ушла в найм к предпринимателю и чуть не угодила в тюрьму. Выбор, могу работать только в найме, пусть маленькие деньги, зато безопасно. Вот, вот, вот это круто, то, что вы откопали. Очень жаль, что вы не попали ко мне на сессию. Вот, все, кто записался и не дошел, рекомендую вам дойти. Нет, не закрывай. Или, например, да, выполняешь работу на все 200%, а тебя недооценивают. Это значит, что, ну, я не заслуживаю большего, например, да, или я, моя работа оплачивается несправедливо. Это про справедливость. Хорошо, хорошо поработали. Давайте прямо сейчас вот все, 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 что поднялось и опустилось, давайте прямо сейчас с вами трансформируем все программы, которые вы написали. Завершим для начала все истории, которые были вами пройдены. И, соответственно, загрузим опыт без необходимости его перепрохождения, да, загрузим все уроки, которые вы из этого извлекли, и все, что должны были извлечь, и загрузим состояние, что без необходимости повторения, да, этих уроков, этих историй, что вы все усвоили. В общем, кто согласен, согласия в чат, пожалуйста. Угу. И трансформируем все программы, которые были сформулированы после этих историй. Кто согласен, согласия в чат. Так, готово. Напоминаю вам о том, чтобы вы пили обязательно воду, да, и если, допустим, кому-то из вас станет не очень хорошо, пишите, пожалуйста, об этом в чат. Напишите, кстати, да, как вы себя чувствуете, чтобы я понимала общую температуру в нашем чате. Как вы себя чувствуете? Напишите, пожалуйста. Так, хорошо, нормально, плачу. Ну, Анна, это, скорее всего, высвобождаются подавленные эмоции. Так, в дороге с работы. Ага, все отлично, хорошо. Вижу, что еще печатаете. Сначала сильно давила голова, теперь супер. Головокружение. Головокружение, головная боль, расширение чувства, чувство сдавливания, это нормально. Мы с вами работаем на уровне энергетики, да, то есть я наблюдаю движение энергии в процессе сеанса, поэтому чувствительные люди могут ощущать это на себе, ощущать изменение нейронных связей в мозгу, поэтому, ну, как бы это все окей. Хочу вызвать рвоту. Так, Екатерина, что-то вы, значит, не принимаете, да, то есть есть какое-то сопротивление от чего-то уже вот настолько, настолько уже, возможно, ситуация дошла до такого состояния, да, что просто вот, как это, выворачивает от этого, да, вот. Ну, если считаете, что это нужно сделать, сделайте, не сдерживайте себя, мы будем продолжать дальше. Специально, нарочно делать ничего не нужно. В горле небольшие болезненные ощущения. Горло – это у нас про проявленность, да, про вообще высвобождение эмоций, проговаривание эмоций, проговаривание своих желаний, да, то есть это в целом про проявленность, то есть озвучивание, ну, как это сказать, сейчас, проявление в мир, что я есть, да. Я вот где-то месяц назад была на практике, телесная практика Шотхан называется, где мы там выкрикивали одну фразу «Я есть!», «Я есть!». Вот, и многие девочки плакали на этой фразе. Меня она, наоборот, ну, как сказать, еще больше расширяла, да, потому что я в целом проявляюсь не так, может быть, масштабно, как хотелось бы и как я могла бы, вот, но вот это вот ощущение «Я есть!» у многих, многим было тяжело, многим было тяжело, они плакали, и вот надо будет как-нибудь сделать, кстати, вот в группе, да, в онлайн, проделать тоже вот эту практику. Итак, противоречия, да, какие вообще бывают противоречия? Если вы, например, постоянно слышите о том, что большие деньги есть только у нечестных людей, у негодяев, у преступников, да, то, скорее всего, ваше подсознание будет отчаянно сопротивляться зарабатыванию вами денег, потому что мы не хотим быть плохими. То же самое будет, если, например, ваше окружение считает, да, что зарабатывать деньги трудно, и для этого, например, нужно жертвовать своей личной жизнью. Или, может быть, вам говорили, что вы не слишком усидчивы, может быть, не талантливы, да, чтобы много зарабатывать. То есть, как ни странно, умом вы можете понимать абсурдность и несостоятельность этих утверждений, но в то же время, как это не парадоксально звучит, иметь и те, и другие убеждения одновременно. Вот, давайте прямо сейчас я буду... Давайте не так. У кого тоже есть вот такие противоречия, да, напишите, в чем они заключаются, и мы их тоже сейчас прямо трансформируем, и дальше уже сделаем ряд практик, да, ряд трансформаций. Итак, смотрите еще раз, да, вам нужно сейчас написать, если у вас есть противоречия. В чем они заключаются? Ну, например, вы считаете, что зарабатывать деньги трудно, да, и для этого нужно жертвовать своей личной жизнью, но в то же время вы хотите жить богатым, например. Вот, или, например, вы считаете, что у вас нет талантов, но при этом у вас есть желание и намерение зарабатывать, но у вас не получается. То есть что-то, что вас тормозит. То есть вы как будто хотите, а с другой стороны что-то как будто вас держит. Все есть, нет концентрации. Все есть, это что? Все, это что? Вот все, когда такое обобщение, это равно ничего. Обучаюсь, я проявиться не могу. Анна, дойдите до сессии. Так, систему. Все есть, нет концентрации, нет системы, я так понимаю, Анастасия. Есть таланты, понимание, знания, опыт, нет системы. Окей, поняла. Так, дальше, что еще? То есть, получается, у нас есть убеждение, что, допустим, мое обучение напрасно, да, или мое обучение не приносит мне денег. Той профессии, которую, ту профессию, которую я выбрала, я не могу зарабатывать себе на жизни. Вот Екатерина присоединилась. Здравствуйте. Ощущаю себя богатой, состоятельной, счета пусты. Прекрасно. Так, есть таланты, понимание, знания, опыт, нет системы и нет концентрации. Больших денег честным трудом и легко не заработать. Хочется легко и в радость заработать денег. Так, отлично. Давайте еще. Анна пишет, зарабатывать трудно, надо очень много работать. Ну да, то есть, для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно пахать. Так, вижу, что вы печатаете, жду. Очень классно, что вы такие активные. По профессии не работаю. В той отрасли, где сейчас есть, а, есть страх, наверное, что не получится. Большая ответственность, технически тяжело. Большие деньги у ворюк. Вот, пахать уже не хочется. Вот, Екатерина. А я жалею на себя. Очень жалко на себя выделить деньги. То есть, я недостойна вообще для того, чтобы даже самой на себя тратить деньги. Ну, это вопрос самоценности. Значит, я в целом не ценна, поэтому зачем делать какие-то вложения. Итак, поехали. Предлагаю прямо сейчас трансформировать все программы, которые вы написали. Все убеждения. Маленькие деньги не мой уровень, поэтому мне тяжело их зарабатывать. Жалко на многое, кроме обучения. Кто согласен, согласие в чат, пожалуйста. А еще есть такие убеждения, сейчас, которые касаются, если я буду много зарабатывать, особенно женщин, да, то у меня распадется семья, то я стану мужиком. Вот кому это откликается, пишите. И, например, у мужчин тоже может быть убеждение, просто я вижу, что мужчины тоже есть у нас сегодня на сеансе. У мужчин может быть убеждение такое, что если я буду много зарабатывать, то моя семья тоже распадется, потому что, ну, соответственно, я буду нужен только из-за денег. Вот если вам откликается, ставьте тоже плюсик. Вот, кстати, да, только об этом подумала. Ну, скорее всего, я считала, Елена, с чата. Ага. Вот, Юрий поставил плюсик. Хорошо, давайте тоже прямо сейчас эти убеждения почистим. Кто согласен, согласие в чат, пожалуйста. На тему гендерных различий в отношении к деньгам, да, и то, что перепутаны понятия семьи, денег и взаимодействия с деньгами внутри семьи. Прекрасно. Итак, сейчас я предлагаю вам завершить соглашение, которые связаны в целом с ограничением познания себя как личности, как человека с познанием своих талантов, отказом от своих ценностей, талантов, суждений, которые вы слышали про себя от других людей. Кто согласен, согласие в чат. И давайте прямо сразу очистим себя от мнения других людей о вас. Кто согласен, согласие в чат. Сейчас я вам предлагаю, перед тем, как предложу почистить, не почистить, завершить подключку к эгрегорам, давайте для начала, для тех, кто... Давайте так, поставьте плюсики, кто знает, что такое эгрегор, и минусы, кто не знает. Ну, просто надо ли вообще тратить время на то, чтобы объяснять. Так, Анна не знает. Ну, короче, эгрегор – это энергетическое информационное поле, которое складывается из мыслей, эмоций больших групп людей, которые объединены общей идеей. То есть это просто некое коллективное сознание с тем или иным уклоном. И когда нас волнует какая-то тема, мы начинаем придавать ей значение. Она занимает наши мысли, чувства, и любые эмоциональные всплески, они являются прекрасной подпиткой для такой вот эгрегориальной сущности. Ну, соответственно, у финансов, да, у темы финансов тоже есть эгрегор. Как он работает? Он в меньшей степени воздействует на людей с высоким уровнем сознательности, потому что этим людям легче сохранить силы, энергию на собственные дела. И, соответственно, есть разные виды эгрегоров, то есть там родовой, семейный, стихийный, профессиональный, социальный и так далее. И в этом эфире мы коснемся именно финансового эгрегора, потому что этот эгрегор непосредственно влияет на политический, семейный и персональный. То есть он появился раньше, чем сами деньги. Потому что изначально люди рассчитывались не только валютой, но и предметами быта, товарами, услугами и так далее. И этот вид эгрегора, он будет действовать до тех пор, пока человечество нуждается в целом в материальных благах. К денежному эгрегору подключены практически все. И в интернете, на самом деле, когда я вообще в целом изучала эту тему, оказывается, есть множество техник и инструкций, наоборот, как подключиться к этому эгрегору специально. Но знающие, осознанные люди, понимают, что это искусственно созданный эгрегор. И он всегда забирает, наоборот, энергию человека. А финансовый эгрегор, он как раз является искусственным. Итак, сейчас я вам предлагаю отключение от искусственных эгрегоров относительно себя, как личности, и своих взаимодействий с деньгами. Отключиться от эгрегора человечества, мужчин, женщин, денег, финансов, богатства, бедности, кризиса, банкротства, безработицы. Кто согласен, согласие в чат. Не пишите согласие заранее. Послушайте сначала, что вам предлагается. Предлагаю вам завершить обязательство соответствовать искусственным нормам, ограничениям, требованиям, ожиданиям к себе в плане денег и финансов. Кто согласен, согласие в чат. Предлагаю вам восстановить право на глубинное истинное познание себя. Кто согласен, согласие в чат. И давайте сразу восстановим право быть собой и быть любым. Любой. Угу. Давайте загрузим истинное видение на себя, каждому из вас. И загрузим навык познавать себя как личность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Угу. Готово. Напишите, как вы себя чувствуете. Так, как будто голову сжимает. Попейте воды обязательно. Нормально, хорошо, отлично. У кого не отлично? Так, на глаза давит изнутри. Анна, подумайте, что не хотите замечать. На что не хотите, на что закрываете глаза? Любые, ну, как бы не очень комфортные эмоции, чувства, ощущения в теле указывают, как правило, на сопротивление. Что вот там вот как раз что-то есть. Так, немного в локтях ломит. Окей, идем дальше. Сейчас поговорим про внутренние страхи касательно денег и почистим эти страхи. Значит, сейчас я буду называть страхи. Вы отмечаете цифрами, если страх вам откликается. Первый страх, цифра один, страх мечтать. Чаще всего он формируется, когда вы делали много попыток к реализации вашей цели или мечте, но не добивались результата. Или когда вы хотели что-то, но так и не получили желаемое. И часто такой страх выражается в том, что вы не знаете, что хотите. В детстве ни у кого из нас не было проблем с фантазиями, но повзрослев многие из нас перестают верить, что мечты сбываются. И нереализованные желания, достигнутые цели расслабляют нашу желательную мышцу. И чтобы не испытывать боль, разочарование, мы просто перестаем мечтать. Кому актуально, пишем единицу в чат. Вместо этого, что мы делаем? Мы прячемся за логикой, прежним опытом, аргументируем, почему на мечты не стоит тратить время. Но наша внутренняя потребность в реализации признаний на самом деле никуда не пропадает. И если мечты не реализуются, нас настигает такая вот тотальная тоска, ощущение бессмысленности существования и опадим. И она может, вот это состояние, оно может быть приправлено тихой ненавистью к себе и какими-то скрытыми наказаниями. Как говорил Walt Disney, логика может привести нас из точки А в точку Б, а воображение куда угодно. И на самом деле мечта есть в каждом из нас. Просто попробуйте подумать о том, что бы вы делали, если бы никаких ограничений не существовало. Не нужно было бы зависеть от денег, текущих обстоятельств, других людей и так далее. Если вам кажется, что вы не знаете, чего хотите, это значит, что либо вы не верите, что можете это получить, либо не готовы делать для этого то, что необходимо. Итак, сейчас я предлагаю вам почистить страх мечтать. Кто согласен, то согласен в чат, пожалуйста. Отлично. Следующий страх – это страх провала. Слушаем описание, да, и отмечаем двоечку, если у вас есть этот страх. Часто мы оказываемся идти в своей мечте, когда боимся провала и грядущих за ним последствий. И нам кажется, что правильнее смириться с обстоятельствами, чем прыгать в неизвестное. И достаточно сложно идти против установок, собственного опыта, мнения родителей, ближнего круга, когда нужно принимать непростые решения. Нас всю жизнь учили, что нужно долго и тяжело работать, усердно, чтобы чего-то добиться, что деньги нужно заслужить, равно как и все остальное. И если тебе что-то дается легко, а не потом и кровью, то либо с тобой что-то не так, либо ты делаешь что-то незаконное. Многие из нас верим. Или до сих пор верят в эти догмы, да, работают наизно, экономят или экономили, отказывают себе во многом. Однако не все стали состоятельными людьми при этом. И в какой-то момент пришлось признать, что большой объем выполненной работы не всегда приносит большой объем денег. И такое противоречие очень сильно выбивает из коллегии, ставим двойку, кого выбивает, да. Но чтобы из нее не вылететь до конца, нужна другая концепция. Например, чтобы понимать, зачем вам нужно зарабатывать деньги и что они могут вам дать, помочь достичь. Итак, сейчас я предлагаю вам почистить страх парковала. Все, кто согласен, пишем, согласен, 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 плюсики, да, неважно что, какой-нибудь смайлик. Готово. Хорошо. Следующий страх. Тройку ставим, если откликается. Страх кризиса системы. Этот страх не самый очевидный. И он проявляется, когда, например, женщина искусственно тормозит свою карьеру, о чем мы сегодня говорили, чтобы не зарабатывать больше мужа. Или когда мужчина, например, достигает, что, заявляет, что достиг какого своего потолка и никак не может прыгнуть на уровень выше. Это происходит чаще всего неосознанно и, опять же, проявляется в нежелании принимать новый вызов или подстраиваться в какие-то изменяющиеся обстоятельства. То есть мы на самом деле все очень хотим стабильности. Наш мозг древний, да, то есть его главной эволюционной задачей было обеспечить выживание, поэтому любую неизвестность он воспринимает потенциально опасной. Подобные реакции вызывают у нас древние структуры мозга, которые появились много миллионов лет назад. И хотя мы живем в самое безопасное время, наш старый девайс продолжает подавать сигналы опасности даже там, где ее нет. И здесь, опять же, важно обратить внимание на то, что современный мир, он постоянно меняется. То, что работало раньше, перестает работать сейчас. И любая система, она подвержена энтропии. То есть будь то проект, бизнес или брак. И теперь одним из главных качеств для обеспечения качества жизни становится гибкость нашего мышления. Итак, я предлагаю все, кто согласен всем, сделать, очистить вас от страха кризиса системы. Пишем согласие в чат. Готово. Следующий страх, последний на сегодня, это страх завершения. Его проявлением могут быть проекты, например, которые мы никак не можем закончить. Если у вас есть такой страх, ставим четверочку. Это как страх поставить точку без понимания, что же будет дальше. Это отражается в отношениях, где уже нет жизни, любви, а есть только привычка. В работе, которая не радует. Но кроме нее вы как будто ничего не умеете делать и не видите, сколько еще есть возможностей. В невозможности закончить какое-то обучение, какой-то курс, который вы купили. Доделать какое-то важное дело, проект, дописать книгу. И в том числе, кстати, получить деньги за вашу работу. Итак, кому это откликается? Ставим четверки и пишем согласие для того, чтобы убрать этот страх. Страх завершения. Многие идут в новые обучения вереницей, боясь то, что вот сейчас, если это обучение закончится, ну, нужно же как-то монетизировать, да, условно говоря, те знания, которые ты получаешь. Или там нужно их применять на практике, что-то делать с ними. И вот для того, чтобы не попадать, ну, это как бы, это уже взрослая позиция, да, когда тебе надо что-то делать. Не просто быть в позиции ученика, да, и быть в позиции, ну, условно говоря, студента и слушать кого-то по иерархии выше. А когда тебе нужно уже делать конкретные действия. И вот у многих на этом отрезке пути, во-первых, включается синдром самозванца, что мне еще надо пройти до хренилиарта обучения разных, да, для того, чтобы вот как раз, как это стать вот тем самым специалистом, которому платят много денег. И вот это прохождение тоже верениц обучения, это про то, что, ну, есть страх начать действие, есть страх неизвестности, а что там дальше. И, опять же, заполнение пустоты, да, потому что когда ты учишься, ты вроде чем-то занят, но это, опять же, один из видов прокрастинации. Я не говорю о том, что проходить обучение – это плохо, ни в коем случае, я сама прохожу периодически обучение, но вот когда один за другим уже много лет вы все учитесь, но не монетизируете ваше знание, вот здесь уже стоит задуматься. Вот это прямо в точку про меня. Я знаю, ну, не про вас конкретно, но знаю, что это многие поняты. Итак, прямо сейчас предлагаю вам попить воды для начала, потому что у нас сейчас будет трансформация программ. Ну что, погнали. Прямо сейчас предлагаю вам трансформировать следующие программы. Деньги портят людей. Деньги – зло. Деньги разрушают личность. Человека с деньгами любят и ценят только за деньги. Деньги важнее человека. Давайте прямо сейчас. Кто согласен, согласен себе в чат. Следующая порция. Хороший человек, бедный человек. Богатство нужно скрывать. Деньги и богатство нельзя демонстрировать. В отношении денег нужно молчать. Говорить о деньгах стыдно. Деньги под запретом для меня. У меня не должно быть денег. Кто согласен, согласен в чат, пожалуйста. Напишите, как вы себя чувствуете. И наверняка у кого-то из вас есть финансовый вопрос, который вы решаете уже много времени. Если вы практик, то тем более, да, если, например, вы не можете никак выйти в люди, не можете никак начать проявляться, продавать ваши консультации, продавать программы и так далее. Может быть, возможно, вы уперлись в какой-то потолок, да, и не можете его пробить. Не важно, сколько это, сто, двести, пятьсот, тысяч, миллион. Возможно, что деньги есть, но вы их как будто не можете удержать и сохранять. То есть они как будто утекают сквозь пальцы. Может быть, у вас все хорошо с финансами, но вы хотите вырасти еще в доходе. Возможно, хотите осуществить мечту, но ничего для этого не делаете. И, может быть, не понимаете, что нужно для этого делать. Я приглашаю вас на мою новую финансово-диагностическую экспресс-сессию. Она длится до 37 минут. И на ней мы с вами разберем ваш финансовый запрос. Вы поймете, с чем нужно поработать, чтобы решить свою проблему. Вы увидите, на что нужно обратить внимание, чтобы дойти до желаемой цели. Посмотрите на программы. Мы вместе с вами посмотрим на паттерны вашего поведения, которые привели вас к проблемному состоянию. На сессию можно записаться только тем, кто не проходил у меня диагностическую сессию в течение последнего, давайте возьмем, полгода. И для того, чтобы проявить интерес к сессии, напишите прямо в комментариях «Диагностика», вот прямо сейчас, кому интересно. Только для тех, кто готов пойти. Вот не надо писать диагностика, лишь бы только написать. Вот если вы реально готовы поменять ситуацию, пишите «Диагностика». И мой ассистент Светлана, она свяжется с вами сегодня в личных сообщениях и расскажет, как на нее попасть. Те, кто у меня проходит. Марафон финансовой осознанности, какой-то еще марафон. Писать диагностика не нужно, потому что вы уже проходили продукты. Вот, ну, если у вас, например, есть какой-то вопрос, который давно не можете решить, окей, мы с вами пообщаемся. Хорошо. Но в приоритете, опять же, стоят люди, кто никогда у меня не проходил сессии, у кого есть вопрос, да, особенно практики. Вот у меня для вас есть очень крутое решение. Если у вас, соответственно, есть непонимание, как вам выстроить практику онлайн, как работать с клиентами, как начать получать деньги, если вы постоянно в таком обучении, то записывайтесь, и мы с вами пообщаемся. Итак, сейчас я предлагаю вам загрузить всем истинное видение на деньги, их место в вашей жизни. Кто согласен, согласен в чат, пожалуйста. Предлагаю загрузить истинное видение на связь между личностью, самовыражением и деньгами, и вашей уникальностью. Согласен в чат. Предлагаю исцелить взаимосвязи между вами, вашей личностью, между вашим самовыражением и деньгами. То есть личность совершает действие и получает деньги. Предлагаю восстановить право обладать и управлять деньгами. Предлагаю загрузить вам навык взаимодействия с деньгами. Продолжение следует... Готово. Предлагаю завершить все истории во всех формах, во всех временах, где нужно было отказаться от денег и проявление себя как богатого человека. Кто согласен, согласен в чат. Предлагаю закрыть этот опыт как реализованный. согласен, согласен в чат. Дернуть оттуда частицы души из этого опыта. И исцелить душу. Предлагаю вам восстановить право и перспективы своего проявления в вопросах денег. Давайте попьем воды и напишите, как вы себя чувствуете. Как вы себя чувствуете? Напишите. Так, низ живота беспокоит. Сон клонит. Сверху хорошо ясное удовлетворение в районе ободавления. Здравствуйте. Всем плюс-минус нормально. Долго еще у меня суета началась. Екатерина, никого не держу. Нет, на самом деле заканчиваем. Предлагаю завершить норму проявления себя в деньгах через нехватку кредитов и долги. Кто согласен, согласен в чат? Давайте трансформируем убеждение, что ничего не работает. Не работают практики. Все это без толку. Вот я, мне кажется, считала сейчас в чатах, что на мне это не работает. Это все неправда. Я какой-то особенный. Согласны? Вот у всех есть результат, а у меня нет. Предлагаю завершить вашу жертвенную позицию по отношению к себе и к деньгах. Кто согласен, согласен в чат и по отношению к реализации своих целей. Загрузим норму, новую норму проявления себя в деньгах через их создание и изобилие. Придадим импульс для выхода из привычного состояния в новое состояние проявленности. Обстановим естественность в этом процессе. Кто согласен, согласен в чат. Кто согласен, согласен в чат. Сейчас, секунду. Я активацию делаю нечасто. Я их ни к стенах не помню. Сейчас. Так. Вот. У меня прям глаз упад сразу на то, что у меня нет. Итак, активация на успехах в делах. Птица, падающая в гнездо. Это самая лучшая комбинация для всего. Кто согласен, согласен в чат. Угу. Угу. Прекрасно. И давайте интегрируем все изменения на уровне навыка прямо сейчас. Все, что сделано было за сеанс. Что вы знаете, как этим пользоваться, как это реализовывать в жизни, как это использовать. Угу. И создадим пространство перемен и наладим трансляцию ваших новых программ, которые вы приобрели сегодня за наш с вами ТВТ сеанс. Кто согласен, согласен в чат. Угу. Готово. Напишите, как вы себя чувствуете. Как вы себя чувствуете. Супер. Хорошо. Отлично. Так. Как будто колечки маленькие на голове. Не планируем выросли. Так. Угу. Тяжелая сталь. И Катерина за землю. Прекрасно. Замечательно. Еще не все у нас. Буквально еще три минутки. Значит, после каждого сеанса есть еще карантин, так называемый. Это примерно неделя, то есть семь дней, когда вам нужно понаблюдать за собой и как встроились новые программы после сеанса, соответственно, в вашу жизнь. Что для этого нужно сделать? Первое – понаблюдать, где вы проявляетесь на автомате и в этот момент себя спрашивать, а как бы вы хотели по-другому. Что нужно делать? Карантин я оставлю в анонсе под... Так, еще раз. Короче, у этого поста, под которым вы сейчас пишите в комментах, у него есть определенное написание. Вот после сеанса я его обычно изменяю, добавляю туда, что нужно делать, то есть карантин, и вы просто там же все смотрите, и под ним будет запись. То есть для тех, кто хочет посмотреть запись. Как обычно, я вас благодарю, буду рада и благодарна, если вы оставите мне развернутые комментарии под этим эфиром, что для вас сегодня было ценного, с чем вы ушли после эфира, что ощущали, какое у вас состояние, и я вытащу для вас трансформационную карту, ТВТшную. Где у меня мои карты? Ну ладно, не буду доставать, но короче, вытащу карту и сделаю вам трансформацию, которая на карте. Я вас благодарю за ваше внимание, за ваше время, которое вы уделили себе, в первую очередь, да, на этом эфире. Эфир я обязательно сохраню, и вы сможете по необходимости его пересмотреть повторно в любое время. И также мы выкладываем все наши эфиры на YouTube-канал. Переходите, я оставлю ссылочку на канал Инны, головизненной, да, автор методики. По ее алгоритму сделан сегодняшний сеанс с моими добавлениями. Вот поэтому буду очень рада вашим отзывам. И приходите в следующую среду на следующий эффект, тоже посвященный деньгам. Благодарю. Комментарии оставлять вот здесь же, где вы писали все ваши ответы. Те, кто хочет на диагностику, пишем слово «диагностика», и Светлана свяжется с вами в комментариях. Даже те, кто будет смотреть записи, вы можете. Мы отслеживаем всю статистику, мы отслеживаем все ваши ответы, да. Неважно, когда вы их написали, после сеанса, там, через неделю. Мы с вами в любом случае связываемся. Повтор написать не нужно, мы уже видели, все, кто написал выше. Вот, мы обязательно вас увидим и всем напишем. Все, всем спасибо. И до новых встреч. До свидания. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok